Еще о Дне Народного Единства. Россияне уходят на трехдневные выходные. Этот праздник принято отмечать во всех субъектах Российской Федерации. Каковы традиции проведения этого торжества в нашем регионе, а также как собираются провести свободное время жители Тверской области, расскажем в следующем материале выпуска. В этом году День Народного Единства выпадает на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник, 6 ноября. Впрочем, независимо от того, на какой день недели приходится праздник, он остается нерабочим. Таким образом, на учебу и работу все выйдут 7 ноября. Кстати, раньше в советское время 7 ноября было красным днем календаря. До 1996 года у нас был другой праздник. 7 ноября – День Великой Октябрьской революции. Затем был День Согласия и Примирения, и только с 2005 года стали отмечать День Народного Единства, 4 ноября. Тогда-то он и стал нерабочим днем. И до сих пор в обществе спорят, что праздновать – 4 ноября или 7-е. Пожалуй, в каждой семье свои традиции. Но стоит отметить, что дата Дня Народного Единства была выбрана не случайно. Мы решили поинтересоваться у жителей Твери. Знают ли они, какие события из истории нашего государства отмечаются в начале ноября, и какая из этих дат все-таки им ближе. Мнения тверичан и их познания, как показал опрос, заметно отличаются. Когда в то время жили, как говорится, тот был близкий праздник. А сейчас никуда не едем, нигде его не справляют. Ни тот, ни другой. Ополчение, все это было, как это не знать. Ну а как же Менин и Пожарский? Знаю, знаю. Уважаю, поддерживаю. Из истории праздника, наверное, ничего. В основном отмечали, на демонстрацию ходили седьмого. Переворот, это не праздник. День Народного Единства, освобождение, это праздник. Скажем так, День Народного Единства мне родней, ближе. Если обратиться к истории, то 4 ноября 1612 года произошло событие, оказавшее серьезное влияние на формирование российского государства. В этот день бойцы Народного Ополчения, которые возглавили земский староста Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский, выдворили польских захватчиков из Москвы. Эти события исключительно важны для становления российской государственности, считают историки. Кроме того, наша страна уникальна тем, что тут бок о бок живут люди разных национальностей. И веками сложилось уникальное многонациональное единство, скрепляемое не только общей территорией, но и историей, традициями и мировоззрением. Мировоззрением.